Рыболовное путешествие И Сергей, небольшой подарок Он нас научит делать селедку из щуки Так что давайте посмотрим и поучимся как это делать Ну на самом деле селедку эту придумал делать не я Несколько раз на рыбалке у меня был известный актер Сергей Векса Который и научил меня делать эту селедку То есть каждый раз после рыбалки мы приезжали и из свежей щуки брали и делали вот эту вот селедку И это все делалось вот именно так как мы сейчас будем делать Так что давайте посмотрим И самое главное чтобы рыба была свежая желательно даже живая То есть вот мы ее поймали только что Ну и как всегда сначала вынимаем жабры То есть отделяем вот таким вот образом их И вот так вот в мусорный пакет их благополучно складываем Это первое в принципе с чего всегда начинаешь разделку рыбы Так Вот и с икоркой отделяем Вот они у нас Икорку кто как любит потом С ней как говорится Будет уже отдельный разговор О ребят смотрите вот она платвичку какую скушала Саша ты про воблеры что то там говорил Как тебе вот этот воблер вот такого размера Ну вообще даже ничего Нормальный воблер вот так вот А мы сегодня там с тобой 90-80 там что то мельчили Что тут мельчить тут даже мельчить нечего Тут размер как говорится имеет значение Рыба серьезная Здесь вот вот он желчный пузырь Если вот так вот посмотреть Вот так то его видно Вот так как рыбу мыть во время разделки крайне нежелательно Нужно вот таким вот образом раз Вот так вот его подтянуть Подтянуть А потом вот так вот Чик Оп И вот так Оп все это дело убрать это сердце Вот И вот так вот это дело все снять Все это все лишнее Теперь значит У нас воздушный пузырь Воздушный пузырь все просто с ним Так раз Вот так вот его удаляем Здесь подрезать остатки чуть-чуть И тоже весь его отсюда удалить Раньше я постоянно мучился вот с этой частью То есть вот эти ребра нужно Вернее не ребра Вот эту кровь нужно обязательно промывать Но в селедку мыть рыбу нельзя Поэтому берешь вот так ложку И вот так вот ложечкой Выскребаешь все это То есть очень важно чтобы Рыба когда первый раз попадала под соль Она была без воды Вот так вот Чик Вот так И все здесь То что здесь вот немножко осталось Это потом промоется Но потом когда от соли Когда в соли хватит рыба Вот так Все Теперь берем и делаем следующим образом Вот таким вот движением Проходим до хребта И берем вот так Можно вот так вот сделать И вот таким вот образом По хребту даже слышно как он трещит Распластовываем рыбу Вот первая часть Берем вторую точно так же До хребта То же самое здесь Вот так вот Вот она здесь готова И вторую часть точно так же До хребта Все Вот они два пласта получается Вот это все дело идет у нас в уху Никогда это не выбрасывается Поэтому это все складывается в сторону И это у нас будет уха Что мы сейчас имеем с вами Мы имеем два пласта С которых нужно будет срезать Вот этот вот плавник Он нам будет просто мешать Когда мы будем его Снимать филе Вот так вот мы это делаем все Все Теперь самое такое муторное И главное достаточно Нужно снять вот эти вот ребра Вот которые Вот так вот их прорезаешь В эту сторону И вот таким вот образом Их снимаешь Их до конца все равно не снять Но вот эти уже части Которые в конце брюшка Они практически незаметны Даже вот когда ешь Поэтому упираться сильно скажем так не надо Нужно главное дело Чтобы снять вот эти вот Которые толстые кости То есть вот таким образом раз Вот так И здесь то же самое Около хребетные кости Они такие самые жесткие И самые противные Поэтому Так Ну и аналогично конечно Вот с этой штуки То же самое Теперь Делаем следующим образом Берем вот так Снимаем вот такую часть Так И вот так вот По краю стола располагая Это все дело Вот таким вот образом Снимаем шкуру От чешули Так Тоже самое здесь Вот так Дальше берем И нарезаем вот такими кусками Как обычную селедку Полтора По сантиметру Кому как нравится Я люблю где-то сантиметра полтора Если крупная щука Там пятерка И так далее То Можно вот так еще пройти Но я как правило так не делаю Вот То же самое с этой Счастью Значит важно Вот рыбу когда режешь Да Промывать ее не надо То есть После этого пойдет соль Давайте делаем остальное Так Ну что друзья Что мы имеем Мы имеем С трех щучек Где-то В районе Кило наверное Двести Кило пятьсот Может быть вот так вот Филюхи готовой То есть вот уже она отделена С ней ничего То есть как бы не надо пока делать То есть мы делаем что дальше Мы берем соль Вот на такой Объем Примерно нужно Вот такую Парашку Коробочку Вот такую вот Это где-то в районе Килограмма соли То есть немножко Добавляем туда воды И надо подождать То есть Что мы получаем Она должна Отволгнуть То есть не дать рассол А именно быть сырой И когда она сырая Мы просто ее Вот туда Перегружаем Как добрались До сухой соли Снова Таким же образом Вот так И опять То же самое Обычной водой Перемешали Не надо бояться Вы соли Много Рыба больше соли За два часа Не возьмет То есть мы это все Сейчас сделаем с вами на два часа Все Чуть-чуть еще Сейчас вот здесь сверху Вот так Раз Все отлично Все Теперь берешь вот так И по-богатому Перемешиваешь Прямо Не надо ее там жамкать Ничего Нужно просто ее перемешать Чтоб она была вся Полностью Покрыта соли Вот так Все Вот так она стоит два часа Засекаем время Через два часа Мы приходим Берем Рыболовное сито Или дуршлаг Переворачиваем И под струей воды Промываем всю эту рыбу Основательно Перемешивая Полностью от соли Чтоб ничего у нас от соли Там как бы не осталось Но рыба будет сама по себе соленая После этого берем 9% столовый уксус 9% вот такой Столовый уксус И уже промытую рыбу Заливаем столовым уксусом так Чтоб покрывало Рыбу уксусом И оставляем еще на два часа Через два часа Уже от уксуса Мы также Через сито Промываем Вот этой водой Проточной водой На хорошо Хорошо и замечательно Стряхиваем всю воду Берем зерна кориандра Горсть Размалываем В ступке Засыпаем Перемешиваем И берем молотый черный перец Размалываем И тоже перемешиваем Тоже примерно Чайную Полторы чайных ложки Вот на Вот такую вот Кастрюлю Рыбы После этого Прямо можно Здесь А можно Уложить это все В банки И залить это все Обычным Растительным маслом Можно с запахом Можно без запаха Разницы нет Я пробовал До уровня Чтобы покрывало Под крышку И в холодильник Завтра утром Можно все кушать уже А так это все хранится И месяц И полтора И два И три В холодильнике Ничего этому не будет Вот такая закуска Рекомендую А в общем Что касается селедки Мы спустя два часа Сейчас поедем Нам нужно возвращаться домой Поедем в Ярославль И в Ярославле Завершим процесс Изготовления Вот этой замечательной селедки Мы на самом деле Ее пробовали Сергею Мы ему сказали Мы отсюда пока не уедем Пока ты нам не покажешь весь рецепт Вот Ценные указания Да Даже уксус нам дал Которым нужно Рыбу заливать Вот это мы сейчас Приедем в Ярославль И уже в домашних условиях Завершим вот этот процесс Да Вот Кстати уксус Вот Завершим процесс Подробно все расскажем И конечно же Еще раз попробуем на камеру Там Вещь вот такая классная Серега Спасибо тебе Большое За то что познакомил Саша спасибо И он Да спасибо Серега Все Ну а мы Через два часа вам расскажем Приезжайте в гости Обязательно приедем Спасибо До свидания Всем добрый вечер Еще раз Мы находимся уже в Ярославле У меня дома Дорога у нас заняла Времени подольше На один час мы пробили колесо Вот Но позвонили Сергей И он сказал Что ничего страшного Рыба все равно Сколько должна была соли взять Столько она и взяла Поэтому Сейчас Как он сказал Промываем щуку Холодной водой Как следует Через сито Только не жамка я ее И заливаем 9% уксусом Для того чтобы Рыба приняла жесткость После того как Залили уксусом Настаиваем это все дело Два часа В холодильнике Опять снова Промываем Под холодной водой И уже Добавляем Кориандр Перец И все Дозаливаем в масло И убираем в холодильник На одни сутки И со следующего дня Можем уже ее употреблять Поехали Итак Уберем сито Высыпаем туда щуку И начинаем промывать Под холодной водой Как следует Все Моем тару Из-под соли Сейчас Сюда Переложим щуку И Зальем Все это дело Убстом На 2 часа Как я и говорил ранее И так Щуку промыли Прикладываем ее обратно в тару Берем 9% уксус И заливаем все это дело Уксусом Самое главное Чтоб нам сейчас его хватило Чтоб она закрылась До самого Верху Распределяем Равномерно И заливаем И заливаем Ну в принципе зря я переживал У нас Уксуса хватило Как раз Четенько Четенько Так как надо Все Оставляем это все на 2 часа Через 2 часа включимся Промоем И доведем дело до конца Ждем В Rotary Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...